Всем привет дорогие друзья, с вами снова я это MinatoSpace и сегодня у нас на канале будет обзор на серию Lego Ninjago Masters of Spanjitsu. Сегодня у нас на обзор набор под артикулом 707.52 и это засада в джунглях, по-моему как-то называется, так как на коробке у нас названия нету, как видите, на коробке только артикул и возраста по сложности сборки. Ну, тем не менее, в данном наборе идут две минифигурки и достаточно неплохой наборчик, который символизирует джунгли и засаду в них. Что ж, давайте посмотрим на минифигуры. Итак, первая минифигурка это Крейтон, один из солдат, один из воинов армии мастера Чена. В руках у него имеется обычный топор, секира даже можно сказать, на кости. Что ж, давайте посмотрим на его детализацию и аксессуары. Из аксессуаров у него имеется шлем, который выглядит как череп какой-то павшей змеи в бою с ним, и также его татуировки и классная детализация. Минифигурка также обладает бэкпринтингом, но столь незначительным. Итак, следующая и моя любимая минифигурка в данном наборе это Кай. Из оружия у него имеется нефритовая глифа, которая очень-очень классно выглядит. И вообще это мое любимое оружие теперь из Лего Ниндзяга, я думаю, так даже. У него имеются его волосы, банданы на нем, и давайте посмотрим его принтинги. Вот так вот выглядит Кай с его принтингом, с его туловищем и без банданы. Также его глифа сделана из одной рукоятки для лазерного меча и двух новых нефритовых зеленых деталей, которые выглядят очень-очень здорово. И, кстати говоря, сделаны из мягкой резины. Что ж, давайте посмотрим на бэкпринтинг данной минифигурки. Бэкпринтинг достаточно неплохой, но, как вы видите, у него его символ сделан не в HD-качестве, как были сделаны у тех же ниндроидов, можно заметить. Были в HD-качестве сделаны их символы, их звездочки, эти серюкены, которые были у них на спине. Но здесь у него почему-то не в HD, не знаю почему, но, возможно, потому что у него это костюм тренировочный. Сам набор, должен сказать, не обладает таким уж и большим функционалом, но все же имеет достаточно большое количество классных деталей. Например, вот эти вот листья, которые подвижны на вот таких вот креплениях. Ну и также сама функция. Сама функция заключается в том, что вот эта вот деталь здесь не прикандычена, на нее можно спокойно нажать, и тогда мечи будут имитировать какую-то ловушку, которую придется с Каем сражаться. А в общем, постройка выглядит достаточно прикольно, достаточно по-японски, так можно сказать, по-джунглевски. Здесь много деталей листьев, хотя всего лишь две, но все же для такого маленького набора, думаю, это все равно хорошо. Этот данный набор обладает достаточно маленькой коробочкой, хотя достаточно предетализированной. Здесь мы можем видеть джунгли, где идет сражение, весь этот ландшафт джунглевский. Здесь у нас лицо Кая, Лего Ниджага, две мини-фигурки. Наверху деталька от самой Глефы. Здесь мы можем видеть это второе оружие из четырех. И парочка функций. А здесь у нас отдерто все, так как там был ценник, я его сдер. Да, потому что люблю, когда коробки оригинальные, и все-таки здесь у нас две мини-фигурки Кай и Крейт. Вот такой вот наборчик, надеюсь, вам мой обзор понравился. Он был всего лишь там на четыре минуты, но все же для такого маленького наборчика, думаю, этого хватит. Ну а с вами был я, Dominato Space. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok